Сегодня будем говорить с вами про прямые эфиры. Вы как не боятся проводить прямые эфиры. Скажите, поставьте плюс, пожалуйста, кто из вас регулярно выходит в прямые эфиры. И минус, кто не выходит или боится. Минус, минус, минус. Слушайте, а что, в чем дело, какие у вас есть вопросы? Жирнейший минус, жирнейший. А я вот рада, что вы пришли, потому что я считаю, что вообще прямые эфиры это один из лучших способов не только внутренне себя там прокачать, прокачать какие-то навыки, но и продвинуть свой тоже там бренд, в том числе компанию, услуги. Выходил на карантин, сейчас хочу возобновить. Так, что-то, я думала, здесь будет куча людей уже таких этих оксакалов прямого эфира. Стесняюсь своего внешнего вида. Тогда смотрите, помните, помните, была передача «Моя семья» который вел Комиссаров, и там была такая рубрика «Человек в маске». Вот если вы боитесь своего внешнего вида выходить в прямые эфиры, надевайте маску, значит, любую какую-нибудь. Надевайте инстаграмную маску какую-нибудь. И выходите себе, пожалуйста, в прямой эфир. Это выглядит вообще внутренние барьеры комплекса. Сейчас мы поговорим тоже по поводу комплексов внутренних барьеров, как с ними бороться. Все, я перехожу, заканчиваю, значит, лить воду пустую. Рассказываю прям советы, которые можно сделать. Во-первых, да, во-первых, вот можно сделать три вещи, если вы боитесь выходить в прямой эфир. Первое. Для начала вы можете создать какой-нибудь левый профиль и попробовать просто, чтобы без страха выйти через этот профиль в прямой эфир и просто посидеть. Во-вторых, знаете, что нужно сделать? Вот я фанат фразы, да, боишься что-то потерять? Потеряй, не бойся. Значит, второе, что нужно сделать? Вы просто выходите в свой аккаунт и вот так вот стоите. Просто стоите вот так вот минуту, две стоите. Люди вам пишут, кто-то заходит, кто-то выходит. Вы просто стоите минуту. Вот это очень сильно помогает справиться со страхами, когда вы просто выходите в прямой эфир и, например, ну, так просто смотрите. Просто смотрите. Я понимаю, что у вас сейчас возникает вопрос, да, там, что это, Лариса что-то перегрелась, куда выходить, зачем стоять, а если там мои родственники, мои друзья, которые думают, что меня там захватили заложники, ничего страшного, ничего страшного. Просто скажите, а я художник, я так вижу. Вот вышел постоять в прямой эфир. Потом, значит, что я хотела сказать. Есть очень большой вот страх, писали, да, что страхи, комплексы. Страх быть не идеальным. Страх быть не идеальным. У меня на этот счет, значит, есть, мы недавно разговаривали с одной барышней, она тренер-параторским выступлением. И она говорит, она говорит, вот все там боятся, да, публичного выступателя, выходить в прямые эфиры. Говорит, но ты знаешь, насколько вообще сложно опозориться на публичных выступлениях? И мы с ней начали думать, вот тоже, да, какие могут быть варианты, как можно опозориться на публичном выступлении. Я понимаю, что, допустим, если ты выходишь, например, залазишь под стол, вот это, а позор будет для публичного выступления или нет? Мне кажется, многие скажут, о, как интересно, как интересно, вот все выступали нам, рассказывали какие-то интересные вещи, а этот человек, он просто зашел, залез под стол, и таким образом он как будто бы нам сказал, что не усложняйте, да, ребят, ну, то есть не опозорился. Потом, допустим, вы выходите на публичное выступление, становитесь просто за шторку на 10 минут и стоите за шторкой. Все равно, понимаете, это будет не позор. Часть людей скажут, ну, какой интересный перформанс, какая интересная инсталляция. Наверное, это что-то значит. Мне кажется, конечно, можно, наверное, опозориться, только если вы, ну, там, выйдете, начнете, ну, как бы, делать естественные свои отправления на сцене. Вот тогда, да, это будет странно, наверное. Но даже в этом случае, мне кажется, найдутся люди, которые скажут, вот жалко, да, там, вот слабенький какой-то вот кишечник, мочевой пузырь. Ну, с кем не бывает? Ну, вот, то есть все равно вас будут жалеть. Поэтому мы вот с ней крутили-крутили, мы не нашли вообще ни одного способа опозориться. Я вот сейчас понимаю, я понимаю, что можно выйти там, болтать какую-нибудь фигню, или там можно выйти, быть в ресурсе, не в ресурсе, по делу, не по делу, да, все равно найдутся люди, которым это понравится, все равно найдутся люди, которым это не понравится. Потом, да, да, постоять, кстати говоря, вот тут пишут. Еще, значит, первый у нас был совет, просто выйти, да, в прямой эфир, постоять можно с левого аккаунта. Второе, значит, если у вас есть страх быть идеальным, точнее, не идеальным, какие-то страхи комплекса, не бойтесь, потому что опозориться просто невозможно. Даже если вы, у меня вот был один друг, он периодически, значит, выходил в прямой эфир вечером после работы, его там смотрело, ну, не знаю, там, два или три человека, но это было интересно, то есть, например, он хотел с кем-нибудь поговорить, с своим другом, и он выходил с ним в двойной прямой эфир. Они просто, ну, такие, типа, привет, как дела? Ну, ничего, нормально, я вот сейчас на работе. То есть, они всегда выходили, там, когда он хотел поговорить с кем-то своих друзей, просто в двойной прямой эфир, их там, один, два, три человека смотрели, но это было вообще так интересно, потому что было ощущение того, что ты за человеком подглядываешь. И третье еще, вот сейчас дам вообще супер бомбический совет, значит, Значит, супер бомбический совет, что делать, если тоже страшно. Проведите свой самый стрёмный прямой эфир. Вот прям самый стрёмный. Потому что я тут, значит, мы недавно с друзьями разговаривали про то, было ли у вас такое, что вы слали, например, смс-сообщение определенному человеку, отправляли ли не тому. Ну, естественно, мы вспоминали там всякие похабные ситуации, когда кто-то нам, например, отправлял что-то, или мы кому-то отправляли не туда, да, какие-нибудь интимные фотографии. Но я вспомнила такой случай, когда я только переехала в Москву, мы снимали квартиру у двух, значит, женщин. Эти женщины были отвратительные, просто мать и дочь отвратительные они были, такие очень высокомерные, надменные, в общем, относились к нам как к людям третьего сора, там и мелкие еще студенты, типа там провинциалы. И эти две, значит, женщины отвратительные должны были прийти за деньгами. В какой-то момент я хотела написать сообщение своей подруге, с которой мы жили, о том, что они придут за деньгами. Я, значит, пишу. Сейчас эти две там клуши придут за баблом, я пишу. Вот, отправляю случайно этой хозяйке. Сейчас две эти клуши придут за баблом. Вот, и она, они такие приходят буквально через 10 минут, как бы было вообще все очевидно, что имелись в виду они. Вот, но мне после этого уже ничего не страшно. Мне один раз тоже, значит, отправляли, случайно отправили дикпик мне, хотя бы он должен был предназначаться не мне. Это было очень смешно тоже, потому что я открываю, там, значит, фотокарточка какая-то, какая-то девочка, значит, осуществляет акт филяции моему другу. Вот, он потом удалил эту фотку. Мне кажется, уже после этого ничего страшнее быть не может. И вот поэтому третий совет, долгая, да, у меня такая прелюдия. Третий совет, значит, если вы боитесь проводить прямые эфиры, облажайтесь. Вот просто на 100% облажайтесь. Я вижу тут вот есть люди, я же, кстати говоря, собиралась вам рассказать, что у нас стартует продвигать 14 сентября уже буквально через неделю. Моя школа по продвижению, где мы как раз говорим о том, как свою систему продвижения создать, о чем нужно писать, как писать для того, чтобы находить клиентов через соцсети. И там одно из заданий практически первых. У меня есть такое. Нужно написать самый стрёмный отзыв на саму себя или на свой продукт или услугу. И это задание, оно вообще безумно освобождает. Вот просто если вам действительно страшно, не знаю, возьмите, сегодня прям сядьте, напишите самый стрёмный отзыв вообще на свой продукт, услугу или на самого себя. Вы не поверите, насколько это освобождает. И когда мы это делали вот в первом сезоне «Продвигай», там просто люди писали в чате вот эти все отзывы. И там становится понятно, что все боятся одного и того же. В основном отзывы были такие. Таким она себя возобнила, это просто выскочка, что она нам тут рассказывает. Или, ну, если человек, например, это если люди, которые продают, там, консультирование, там, юридическое, финансовое, коучинг, психология. Вот страшно, да, страшно. Типа я не эксперт, я выскочка. Это с одной стороны. А с другой стороны, там были люди, которые, допустим, они производят какие-то товары, но все равно у них есть страхи, что, типа, да почему у них такая цена, да это очень дорого. Вот они все стремно делают. Поэтому вот третий совет. Проведите самый стремный прямой эфир, прям вот отвратительный. После этого будет уже совершенно не страшно. Потом. А, я в эфир начала выходить из-за тебя на Миге 21. Спасибо за освобождение моего публичного «Я». Слушайте, у меня есть такая, значит, к вам еще, у меня есть много еще советов. Напишите, если у вас есть какие-то вопросы или какие-то страхи. Давайте их разберем. Но у меня был такой хулиганский ход. Хулиганский ход. Значит, у меня был день рождения в мае, и ко мне приходили ребята, мои друзья, меня поздравляли в прямом эфире. Я вот подумала, значит, если среди вас есть парочка смельчаков, которые готовы выйти сейчас, просто вот люди неизвестные, на минутку, на минутку, и, например, задать мне вопрос, прям напрямую, да, вот задать вопрос про прямой эфир, я отвечу. Отправьте мне запрос на участие в прямом эфире, и задайте мне свой вопрос в прямом эфире, пожалуйста. Я сама не знаю, то есть вот я вижу, что нас смотрят. Вот, Регина, смотрите, а вы можете отправить мне запрос на участие в прямом эфире, и можете задать мне его в прямом эфире. То есть, ну, для меня это было бы прикольно. Если среди вас смельчаки, отправьте мне запрос, просто я, видите, вашего запроса, ваши запросы не вижу. Если вы вот реально можете сейчас выйти в прямом эфире, мне задать этот вопрос, это будет классно, это будет классно. Вот, есть, но не знаю, как сделать запрос. Ин, а если ты тут, напиши, пожалуйста, как сделать запрос, насколько я понимаю, просто это должен быть сейчас. Так. А, подождите, все, все, хочу, вот подождите. Значит, Наташа, и Наташа, я сейчас Наташу присоединю, подождите. Я просто случайного человека, которого мы нашли. Значит, которого мы нашли. Сейчас выходит. Здравствуйте, Наташа. Наташа, здравствуйте. Так круто. Молодец, вы смелая, вы смелая. Поставьте лайки просто Наташу. Нет, лучше на тему прямых эфиров. Можно вообще любой вопрос, конечно. Наташа, ну, а какие у вас дела с прямыми эфирами? Лариса, я вообще, знаете, тут занимаюсь предпродажной подготовкой квартиры, я риэлтор, нахожусь в чужой квартире, шторки глажу. Ну, я так рада вас видеть. Будем общаться с вами лично, это просто супер. Лариса, я вам безумно благодарна и за личное сообщение, и сообщение в директ по поводу Брэдли Купера, вы помните? Да, 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 я помню. Супер. Хорошо. Просто вы чуть-чуть подвисаете, а вы в прямые эфиры выходите, вам по работе это нужно? Нет, 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 пока, Лариса, я еще даже сториз не умею записывать, это первый такой прямой эфир, и это вообще случайно получилось. Я сейчас просто зашла в Инстаграм, смотрю в эфире, ну, как же я могу пропустить Ларису, которую я обожаю. Хорошо, ну, Наташа, тогда вам вот эти вот лайки все за смелость, лайки за смелость, я готова присоединить следующего человека, кто хочет еще. Наташа, вы можете нажать крестик и отсоединиться, потому что я почему-то вас не могу. Лариса, обнимаю вас, всего доброго, спасибо всем. Молодец, спасибо за смелость, пока. Так, смотрите, Наталья у нас вышла, Наталья, молодец, кто еще хочет вот так вот выйти, кто смелый? Так, вот смотрите, я подключаю, значит, человека, подождите, Регину подключаю, тоже не знаю, кто это, не знаю, кто это, Регина, выходи. Сейчас, ожидание, ожидание, просто у нас вот будет такой, чат рулетка. О, Регина, здравствуйте. Ну что, страшно, страшно выходить в прямой эфир? Нет, нет, здравствуйте всем, привет, Лариса. Я выходила, ну, были, в смысле, такие любительские эфиры, допустим, шла на тренировку к своему тренеру, рассказывала свои эмоции, ощущения. Нет, не страшно, как бы люди присоединялись, знакомые мои, которых я знаю, и задавали вопросы, и я просто с ними общалась, либо шла, как говорится, сама собой, как бы со своим дневником общалась, и все. Понятно. А, смотрите, у вас был какой-то вопрос по поводу страха начать свое дело? Да, Лариса, я хочу, мечтаю открыть кабинет и начать заниматься массажем лица. Так, прекрасная тема, прекрасно, мне кажется, вообще супер тренд. Да, испытала на себе вот эти моменты, то есть сама себе делала какими-то средствами и вот этими руками, и теперь я хочу, я вижу результат этого всего, и я хочу нести это в массы, вести это всем девушкам, прекрасным, всем женщинам, и чтобы мы все выглядели очень прекрасно, и было прекрасное настроение. Слушайте, ну, я не знаю, насколько сейчас будет корректно уместно давать советы, но, мне кажется, порог входа в такой бизнес, он достаточно низкий, потому что нужно всего лишь снять кабинет, правильно это все дело распиарить, рассказать о себе как эксперта, все. И потому что, мне кажется, сейчас это просто супер востребованная тема, сейчас все бросились делать себе массаж лица и сами с помощью там кого-то, вот, поэтому я не знаю вообще, я не вижу повода, почему вам нужно бояться. Причем я обучилась, я получила сертификат на вакуумный массаж лица, и все, и как бы вот желание есть, и не могу что-то вот, ну, страшно начать просто, реально. Не, мне, знаете, тут нравится, на самом деле, история про что? Про выписывание вторичных выгод, вот, потому что у меня, когда бывают такие сомнения, я, например, я просто сажусь, да, я понимаю, что я не вижу все выгоды от того, что у меня это будет, потому что я не знаю, чем вы сейчас занимаетесь, но представьте, да, сколько в этом будет плюсов, у вас будет, не знаю, там, какие-то классные люди, которые к вам приходят, у вас будет, у вас будет, у вас будет рост, у вас будут другие возможности, скорее всего, это будут другие деньги абсолютно. Вот, поэтому, видите, у нас уже вот там пишут, хочу на массаж лица, вас поддерживают, вас поддерживают. И просто я вот, я думаю, что вы давно меня читаете, знаете, как я отношусь к теме, что надо просто повеселиться, то есть, а что еще делать, вот, что еще делать, сидеть вот так вот и бояться всю жизнь. Ну, просто у нас же у людей такая история, что мы хотим постоянно гарантий, да, мы хотим там гарантий в любви, нам нужно постоянно, чтобы нас говорили, что нас любят, нам нужно, чтобы нам говорили про будущее, мы хотим гарантий всегда там в бизнесе, но я вот сейчас понимаю, что даже сам пандемия показала, что нет вообще нигде никаких гарантий. Не важно вообще, какой у тебя бизнес, да, все может закончиться в любой момент. Вот, с этим надо как-то жить, с этим надо как-то жить. Лариса вот немножко пишет, я в этом плане доверяю только тем, у кого медобразование, да, я согласна, но вот у меня нет медобразования, но я прошла курсы, причем, ну, такие хорошие курсы. И вот этот комментарий, и дальше, что, как, вообще, нужно ли это людям, понимаете, ну, в смысле, вот, вот этот стопор. А, ну, смотрите, есть люди, которые, вот, я очень специфически отношусь к образованию, потому что я знаю, какой процент дипломов покупной, сколько это все стоит, и я понимаю, что человек, например, часто, да, что человек, который прошел, например, три каких-то крутых курса, да, там, годично, он может быть гораздо более экспертным и профессиональным, чем человек, например, с медобразованием, потому что непонятно, а как этот человек учился, да, в этом медиа, он вообще там ходил, не ходил, может, у него там мама или папа дикан, ну, то есть для меня вот эта корочка, она не значит вообще ничего, вообще ничего она не значит. Для меня важно, ну, вот, прийти, посмотреть, и для меня бы это не было, да, главным фактором, поэтому вот те люди, наверное, для кого важно медобразование, но они к вам не придут, имеются право, да, вот, я приду. Есть свой выбор. Да, у каждого свой выбор. Ладно, Регина, все, спасибо, нажмите крестик, потому что я его не могу отсоединить. Да, все, спасибо, что вышли в прямой эфир. Хотела, значит, сделать прямой эфир про то, как проводить прямые эфиры, видите, дошли уже до курсов массажа. О, я смотрю, у меня гигантское количество запросов на участие в прямом эфире, я их вижу, они у меня отложились все. Я вам сейчас просто пару вещей скажу. Напишите мне, те, кто просто наблюдает за тем, как разные люди выходят в прямой эфир, вам интересна вот эта рулетка, то, что непонятно, какой сейчас появится человек и о чем мы с ним будем говорить. Не знаю, мне интересно. Вот, смотри, Регин, Регин, уже нашли клиента к тебе, на ты я вдруг резко перешла к Регине. А сейчас еще пару моментов я скажу по поводу прямых эфиров, поскольку мы говорим про прямые эфиры. Во-первых, значит, вот смотрите, есть такое понятие, как квестимы и деклотимы. Квестимы, да, квестимы – это те люди, которым очень важен вот какой-то отклик, какой-то фидбэк, им важно, чтобы им задавали вопросы. А есть деклотимы? А, все, пишут, что это, пишут, что интересно. Наблюдаю, но не очень интересно. Ладно, хорошо, я поняла. Регина, молодец. Смотрите, еще раз, сейчас поговорим про то, нужен ли план выступления, не нужен, и как работать, когда тебе, например, важно, ну, то есть про квестимность и деклотимность. Короче говоря, значит, еще раз про квестимность и деклотимность. В Соньке есть понятие квестимы и деклотимы. Вот деклотимы – это те люди, которые, вот они выходят, знаете, да, люди, с которыми ты разговариваешь, и они бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, то есть им вообще не важно, ты как-то реагируешь, не реагируешь, они говорят, да. А квестимы – это те люди, которым очень важен вот этот вот отклик, да, им важно, чтобы им задавали вопросы, чтобы была какая-то коммуникация. Вот я прям чистейший квестим, да, мне очень важна коммуникация. Вот я вижу, когда вы задаете вопросы, там, ставьте мне лайки, да, вот только тогда я раскрываюсь и начинаю чувствовать себя хорошо. А, например, адекватив, это вот может быть человек, который просто отключил все комменты тут, один сам с собой разговаривает, встал, говорит, вот, и поэтому я понимаю, что даже там вот когда есть презентация, я вижу, что здесь много людей достаточно было у меня на презентации последней книги в Москве, вот для меня самая невыносимая часть вот этого, когда нужно что-то говорить, там, например, час я говорю презентацию, потом я выдыхаю, и когда мне люди начинают задавать вопросы уже, да, в рамках презентации, вот тогда я уже раскрываюсь, потому что есть какой-то отклик. Поэтому вот если вы, да, важно очень понять, да, вы квестим или деклатим, если вы квестим, для вас важен внутренний отклик, то заходите, значит, спрашиваю, не знаю, там, просите людей задавать вам вопросы, просите там ставить лайки, то есть сделайте все, чтобы была какая-то коммуникация с человеком. Это вот первая история. По поводу плана или хаоса, да, вот тоже вопрос, потому что есть некоторые люди, которым нужно вот прям полностью планировать план выступления слово в слово, и тогда они эффективны. Есть люди, которые, например, им нужно только знать, от чего оттолкнуться, и потом они уже выходят и начинают это, эй-на-не-на-не делать, да. Вот как я обычно прописываю себе план выступлений, я прописываю, вот я сейчас смотрю на ноутбук, да, пускаю глаза, у меня там просто прописано, там, о чем сказать, там, с ним деклатимы, там, не бойтесь опозориться, да, там, прямые эфиры очень эффективный инструмент. Нет, вот я вот в таком плане, да, все это прописываю, но я знаю, что некоторым людям, им вообще не нужен никакой план, они вот реально очень хороши в хаосе. Я понимаю, что мне нужен какой-то план, потому что я не могу сразу вот этот вот поток свой внутренний, да, там, куда-то пустить. Потом, что еще? Подождите, были какие-то вопросы. Как начинать вести прямые эфиры, как приготовить своих подписчиков? Ну, смотрите, вообще, вот еще, если мы говорим там про инструментарий какой-то, как это можно сделать? Во-первых, важно помнить, что у нас там в Инстаграме, если мы говорим там про Инстаграм, есть три ленты. Лента сториз, лента прямых эфиров и лента с фотками, да, непосредственного лента, вот та, которая у нас вот выстраивается, ну, короче, обычная лента с фотографиями, с постами. И если вы, например, да, неважно, то либо вы хотите прокачать там свой бренд, либо вы хотите прокачать свои какие-то навыки, важно понимать, что если вы не проводите прямые эфиры, то вы одну из лент вообще полностью игнорируете, потому что это разный способ потребления. Одно дело, например, кому-то важно прочитать текст и смотреть какую-то фотку, да, кому-то важно просто посмотреть фотку на текст, ему пофиг. Есть часть людей, которые смотрят только сториз, вообще они не опускаются в нижнюю ленту, а есть часть людей, да, для которых, допустим, им вообще не нравится какой-то обрывочный контент, который там в сториз или который в постах. Им вот важно, например, они там заходят в прямые эфиры, им важно видеть живого человека, там, как-то прокоммуницировать с ним, там, не знаю, поставить какие-то лайки, что-то задать, какой-то вопрос, да, потому что вот я понимаю, что я сейчас с вами разговариваю, у меня есть ощущение какой-то цельности, да, когда я пишу маленький какой-то пост, я как будто бы вот что-то из себя плюнуло маленькое, непонятно вообще, вы поняли меня, не поняли, а здесь можно установить такую прям большую коммуникацию. Как бы сториз это вообще такое чисто это, стопроцентная развлекуха, да, потому что в сториз там чем проще, чем лучше. Я вот учусь сейчас упрощаться, перед этим специально сняла сейчас сториз про своих мышей, потому что мои мыши, мои мыши, это, это, это гениально. Так, как приготовить своих подписчиков, как начинать прямые эфиры? Вот, что нужно сделать? А, я же про инструментарий начала говорить. Вот вы видели, что я сегодня выложила пост в ленту, мы выложили в сториз, ну, то есть, как, напишите пост там, сегодня у вас только-то выйдет прямой эфир, это нужно для увеличения охваток, да, потом запишите сториз там, что сегодня выйдет прямой эфир, вот с такой темой, или там с ответами на вопросы. И если у вас, вот я понимаю, что если ты просто выходишь в прямой эфир, просто начинаешь о чем-то говорить непонятно о чем, да, может быть, какое чувство вины, типа, почему все эти достопочтенные люди должны меня слушать. А когда, вот, я, например, мы выложили пост, что? Пост прямой эфир про прямые эфиры, сториз про прямые эфиры, я понимаю, что вот сюда пришли люди, которым важно услышать что-то про прямые эфиры, если им неинтересно, они отключатся. Поэтому я понимаю, что вот если, когда идет публичное выступление, и ты о чем-то говоришь, говоришь так в порыве, например, часть людей пам-пам-пам выходит из зала, думаешь, как, как ты можешь бросать меня, когда я рассказываю там про своего отца? В прямом эфире вообще другая история. Отключились, отключились. Это вообще их дело абсолютно. Как готовить своих подписчиков? Тоже такой вопрос, как будто бы их надо готовить. Я думаю, что мы достаточно уже подготовлены к тому, что, к прямым эфирам. Мы знаем, что такое существует. Скорее всего, мы не будем шокированы, если вы выйдете в прямой эфир. Так, сейчас. Нужен ли прямой эфир во время уборки дома? А, вот, кстати, хороший вопрос. Я думаю, что это может быть интересно. Жень, вот недавно, значит, была одна новость. Один чувак, стример, да, чувак, который там вживую играл там... Короче, чувак, который играл в игры в прямом эфире, он случайно заснул. И он проспал восемь часов, вот просто вот так вот... Вот так вот он спал восемь часов. И что вы думаете? Значит, он проснулся звездой, потому что все начали кидать ссылку на этот стрим. И говорили, типа, смотри, мужик спит в прямом эфире. Вот, и чувак проснулся, у него просто были какие-то тысячные там просмотры, там куча подписчиков. Поэтому, или, например, вот сейчас есть вот этот вот тренд, да, когда там шуршат что-то где-то в микрофоны разными там чипсами, книгами. Не помню, как АМР, как это называется, напишите, не помню, как это называется штука. Вот, форматов очень много прикольных. Вот я бы с удовольствием смотрела, да, там, как убираться дома, потому что, например, я понимаю, что это должны быть разные какие-то средства. Вот, мне бы было интересно смотреть, да, а чем вот эту поверхность убирать, а чем вот эту поверхность убирать. Вот, я ненавижу там, не знаю, как, если какие-то лайфхаки, как помыть, не знаю, там, под диваном пол, да, хотя я ненавижу вообще мыть полы. Что можно с этим сделать, да, вообще? Или, например, промывать эти долбанные углы. Вот, я сейчас смотрю просто на углы, вот, или, например, там, куда-то под стол. В общем, я начинаю говорить, мне становится не по себе, поэтому я бы смотрела, потому что у меня это такая проблема уборки дома. Я бы, конечно, смотрела. И если мы говорим про прямые эфиры, все равно, пусть даже, да, если мы говорим, там, про аудиторию, про какую-то эфиры, они очень сильно утепляют аудиторию, они очень сильно создают лояльность. И одно дело, когда, например, вы просто выложили в ленту минутку или выложили где-то видос, а тут вы как будто прям коммуницируете, да, с человеком, типа, эй, привет, вы все живые. И вы видите, что это прям очень плотная коммуникация, очень плотная коммуникация. И поэтому просто как бы лояльность от прямых эфиров, она может быть гораздо выше, если эти прямые эфиры хорошо выстроены. Вот. И это прям создает ощущение вот каких-то там, не знаю, ощущение того, что этот бренд, он к тебе как-то близок, да, он вот, не знаю, вот он прям где-то с тобой, что ты можешь подглядеть за ним. Тем более всегда же интересно, да, там подглядывать, особенно если вы, например, делаете уборку, вы как клиниковая компания, и там у вас есть какие-нибудь уборщицы, там, не знаю, Маша и Саша, ну, Саша, в смысле, там, мальчик, да, и вот если у них еще романчик будет в прямом эфире, это будет вообще хорошо. Так, идем дальше. А, да-да, АСМР, вот, а ты чьи прямые эфиры, ой-ой-ой, ой-ой-ой, сейчас, погодите, вот, чьи я смотрю прямые эфиры? Я смотрю, ну, я смотрю какие-то узкоспециальные прямые эфиры от людей, которых я уважаю, обычно это там писатели, психологи, вот какие-то такие люди. Привет. Так, сейчас, подождите, еще я подсоединю кого-то, если у вас есть какие-то вопросы, напишите, не знаю, кого. О, вот, сейчас подсоединю, Оля, 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 подсоединяю, присоединяю Олю, не знаю, здесь Оля или не здесь? Здравствуйте. Здесь, конечно, здесь. Привет. Оля, нет, вот Олю я знаю, Оля как бы это, Оля прям всегда с нами, всегда. Оль, ты мои прямые эфиры смотришь? Всегда? Я не могу ни слушать, ни читать, я не могу сказать, что прям каждый пост во мне отзывается, Лариса, но мне прям все, что ты говоришь, очень близко, я порой даже пугаюсь, чуть так все близко. Ты выходишь в прямые эфиры сама? Нет, я вот хотела задать вопрос, Лариса, у меня маленький город, и вот это вот какой-то страх, хотя я человек сцены, я как бы борюсь и люблю сцену, но, тем не менее, у меня нет пока таких вот прямых эфиров. Нет, а смотри, а почему страх, ну, то есть, в чем проблема? Ну, не знаю, я даже вот сейчас с тобой говорю, у меня стучит сердце, у меня, конечно, радость, но у меня стучит сердце, то есть, я волнуюсь, я не знаю, я не знаю, о чем, вот ты, наверное, говорил сейчас о цели, у меня как-то, наверное, цели нету, когда вот что-то продвигать, что продвигать, себя продвигать, какой продукт продвигать, у меня что-то, все мне интересно, и все как-то не до конца, мое ощущение. Нет, слушай, ну, мне кажется, в таком случае можно тогда сделать, пойти проще, вот написать пост, сказать, друзья, вот я не знаю, посмотрела прямой эфир Ларисы, она сказала, что надо выходить в прямой эфир, и я очень боюсь, мне будет приятно, если кто-то придет вас и меня поддержит, я хочу рассказать, не знаю, о том, как, я не знаю, пяти способов покрасить волосы в розовый цвет, вот, или просто хочу рассказать о, не знаю, там, о том, что мне помогает всегда улыбаться, там, при каких-нибудь причинах, вот, если вы придете, поддержите меня, поставите мне там сердечки, я буду очень рада, вот просто, вот начать еще, вот. Хорошая идея, но у меня тогда вылезает еще один страх, Ларис, знаешь, какой, что меня не поймет родня, меня и так уже, я что-то там сделаю, они меня, ты что, ой, мама, ой. Ой, Оль, у тебя розовые волосы, да? Да. Ну, не все, я их прячу. Хорошо, нет, ну, просто я думаю, ты уже покрасила волосы в розовый цвет, чего и в маленьком городе, понимаешь, вот чего уже можно после этого бояться. И плюс, вот, знаешь, что еще? Родня, я всегда говорю, вот, когда возникает страх, например, осуждения и критики публичного, надо понять каждого, понять конкретно, вот, чего мнения ты боишься, вот чего мнения ты боишься. Конкретного человека или людей конкретных, да? Да, 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 да. Ну, то есть, обычно говорят, я боюсь, что там придет родня, но обычно имеется в виду, там, типа, свекрой, например, мнение свекрови, или, там, мнение вот этого человека. То есть, когда мы говорим, меня все осудят, имеется в виду, как правило, там, один-два человека, вот каких-то конкретных. У меня, потому что неоднократно было... Ну, наверное, самые близкие, я, наверное, даже знаю, не пробовавшие, муж и дети, вот, потому что я все время дурачусь, они мне нравятся. И мне иногда кажется, может, я, ну, когда слышу что-то, да вроде нормально, как вот ты говоришь, постой, а я бы постояла, а что такого-то? Вот, ты знаешь, просто выясни, дети-ка, людей, я думаю, ладно, не буду на тебя давить, чтобы ты не называла, кто это. Ну, ты вот уже сказала, что муж и дети. Вот, я просто... Ну, да. Знаешь, да, что сейчас и твои какие-то могут быть подписчики, они тоже это все видят? Не только мои. Наверное, не знаю. Вот, и, возможно, видят тоже муж и дети. Я хочу обратиться просто к мужу. Дорогой, дорогой муж, утешьте, пожалуйста, свою возлюбленную, любимую женщину. Скажите, что вы принимаете ее полностью. И что, если она выйдет в прямой эфир, и будет так же вот смеяться и харизматизировать через экран, ничего страшного не произойдет. Просто к мужу. Ольга, скажи, пожалуйста, видеообращение к мужу. Вот. Потому что это все решается очень просто. Вот, а как правило, это один, два, три человека. Я всегда, я говорю, слушайте, ну, придите к этому свекру, там, свекрови, и скажите, слушайте, у меня вот возникла такая проблема, я очень, например, там, хочу писать, ну, на текстуре часто у меня такое бывает, да, но вот я очень боюсь вашего мнения. И, как правило, ну, в девяносто, там, девяти процентах случаев все говорят, ой, да ладно, что ты там, ты не переживай, я там ничего не скажу, наоборот, я там так доволен, напиши, пожалуйста. Вот, поэтому не бойся. Вот ты вот уже сейчас сделала выход, выход маленький из зоны комфорта. Мне кажется, я уже втык получу сегодня или завтра. Нет, ладно, можешь, скажи комплимент мужу какой-нибудь, чтобы он, скажи, я всем рассказала, какой-то у меня классный. Я всем рассказываю, какой он классный, правда. Ладно, хорошо, все, рада была тебя видеть. Пока, видишь, все тебя поддерживают, пишут, что ты огонь. Спасибо большое, спасибо, и твоей команде спасибо. Нажимаю на крестик, да? Да, нажимаю на крестик. Так, отлично, ну, вот скажите, что, сложно, что ли, было? Вот, Оль, спасибо большое, что вышло. Оля вообще огонь. Так, ну что, мы с вами, подождите, я посмотрю, остались ли у меня какие-то еще советики с вами. Так, был какой-то вопрос, боюсь выходить из декрета, прямой эфир, боюсь показаться некомпетент, так как ушла полностью от своей деятельности. Некомпетентной. Слушайте, ну, здесь на самом деле, вот смотрите, я сейчас напомню очень хорошее одно упражнение вам, которое, которое я очень люблю, оно называется «Тысяча экспертов». Неважно, чем вы занимаетесь, да, представьте себе такую умозрительную таблицу из «Тысячи экспертов». И на первом месте поставьте человека, который лучший, вот по-вашему, в мире, вот в том деле, который делаете вы. Ну, допустим, условно, там, вы фотографируете, на первое место, допустим, вы ставите какой-нибудь там, Энни Лейвовиц, да, который снимает очень крутые фотосессии, на «Тысячное место» ставите какого-нибудь человека, который вот буквально вчера начал этим заниматься. Вы знаете, что, например, там, какая-нибудь Катюшка вчера прошла курс фотографий трехдневной и тоже начала фотографировать. Вот ее поставьте на «Тысячное место» и задайте себе вопрос, где в этой «Тысяче» вы, вот где в этой «Тысяче» вы. Даже если вы себя поставите, там, не знаю, условно, на «Восемьсотое место», «Восьмисотое», да, там, на «Пятисотое место», на «Трехсотое место», вам уже будет проще, потому что вы поймете, что, да, возможно, есть эксперты поэкспертнее вас, да, и мы не можем исключать такого развития событий, но есть какое-то количество людей, для которых ваше мнение тоже будет ценно. И, например, если человек уже там на супер первом месте, ему, скорее всего, учить тех, вот кто на «Тысячном» будет неинтересно, и, потому что важно подтягивать на один, два, три, четыре уровня, да, людей, поэтому просто вот умозрительно себе представьте такую таблицу и поймите, что, да, я не смогу научить всех, но я какую-то часть аудитории научить смогу, это точно так же, как был вопрос у девушки, да, Регины с ее там кабинетом, там, кто-то говорит, вот для меня важное медицинское образование. Хорошо, но мы же понимаем, что мы не можем быть идеальным специалистом для всех, да, вот всем не угодишь, потому что если полностью пытаться соответствовать всем, там кто-то скажет, мне важно медицинское образование, а мне важно, чтобы человеку было, не знаю, не меньше 45 лет, потому что у него тогда большой опыт, а вот мне еще важно, чтобы человек, например, был, не знаю, там индусом, индуской, потому что вот я слышала, что индусы только хорошо делают массаж, да, или там четвертое, а мне важно, чтобы этот человек, не знаю, никогда не курил и не пил алкоголь, Потому что я вот слышала, что массаж делают хорошо только те, кто из себя ничего не заливал. И выясняется, что это должен быть, не знаю, человек 45-50 лет, индус с высшим образованием, который никогда не пил, не курил алкоголь. Но, как вы понимаете, я сейчас довожу до абсурда вот эту историю, но, тем не менее, это все звучит так. Если пытаться вот этот вот собирательный образ понравиться всем, никогда не начнете ничего делать. Вот. Так, провести прямой эфир. Сейчас, да, вот правильно, правильно, потому что я тут, как обычно, я как Гоголь начала прямые эфиры, тут ушла дальше уже в свои любимые вот эти темы. Еще я сейчас кого-нибудь присоединю. Так, присоединю Диану, если она здесь. Вот, идеальный массажист, вы понимаете, да, идеальных людей просто реально не бывает. Это как женщины себе там навыстраивают. О, все. Привет. О, привет, это Диана. Диан, ты выходишь в прямой эфир или не выходишь? Был только один, он был связан с работой, там нужно было рассказать про направление подготовки. Я там, правда, что-то не то ляпнула, но нормально все вот так прошло. Ага. Слушай, а можно я расскажу вкратце, что происходит сейчас у тебя? Да, давай, рассказывай. Расскажу вкратце. Значит, с Дианой мы познакомились как раз на презентации моей книги, ну, увиделись вот вживую в октябре. Она тогда подошла и сказала, что у меня на 30-летие будет петь Анастейша, я тебя приглашу, сказал мне Диана. Вот, потом, значит, недавно, когда мы разыгрывали мои книги, Диана выиграла мою книгу, мы снова встретились в Москве с ней. И дальше проходит несколько дней. Диана жила в одном общежитии. В одном общежитии. Вот, она не просто записывает аудиосообщение, что там две комнаты в ее общежитии сгорели. Сгорели все вещи. Сгорело вообще просто все. Там, айпад, какие-то шмотки. 33 плюс. Все, что было накоплено просто большим... Да, все мои книги, скорее. Вот, все, что было накоплено большим трудом. Вот, и просто человек остался абсолютно практически на улице, да, без... Просто без поддержки, без денег. И как вот ты сейчас? Как ты сейчас? Одна в одно в городе? Вот как вообще? Я поняла, что, оказывается, у меня есть армия из тех людей, которые меня поддерживают. То есть, реально, у меня люди разделились на тех людей, которые меня кинули. Я, правда, на них рассчитывала. И, оказывается, есть люди, которые, ну, знают меня, там, два дня, я не знаю, там... Там была женщина, которая знала меня шесть лет назад. Мы пару раз увиделись, и потом просто были друг у друга в друзьях. И, ну, у меня есть где жить этот месяц. Это я точно знаю. Я уволилась с того места работы и нашла другую работу. То есть у меня как-то так получается, что я 4 сентября увольняюсь из университета. И 7 сентября я выхожу, ну, то есть на другую работу, то есть в ту компанию, в которой я раньше стажировалась. Вот. И я, кстати, думала уже о том, что я, мне кажется, у меня столько мыслей в голове и столько инсайтов, что я могу написать книгу о том, что было до пожара, да, и что было после. И, ну, это событие реально разделило мою жизнь на до и после. Я поняла, что нужно сразу уходить с тех мест, с которых надо было уходить, потому что потом жизнь просто бьет и говорит о том, что, ну, как бы пора, надо было, значит. И сгорает просто все дотла. Не, ну, там, ну, не прям там дотла, там одна золотая медаль осталась. Правда, она, оказывается, не золотая была, а медная. Ну, вот. Слушай, ну, вот видишь, тебя там это, тебя все очень поддерживают. Как пережить пожар, да, как пережить пожар. Блин, это очень круто. Я восхищаюсь твоей силы духа, потому что сначала Диана чуть-чуть разобралась, потом собралась уже и вот пошла делать правильные какие-то вещи. Ты прям вообще большая молодец. Я говорю, я вот восхищена, что ты все равно сидишь, улыбаешься. Да, возродилась из пепла. Хорошо, что тебя там не было. Но скажи, ты почувствовала какое-то освобождение, вот, когда, как бы, ушло все материальное? Или скорее для тебя это была вот трагедия какая-то? Ну, была трагедия, потому что там были какие-то определенные памятные вещи. Но я поняла, что вся память, она должна храниться у нас внутри, и, ну, мы не должны привязываться, правда, к материальному. Но, правда, было обидно. И по иронии судьбы, у меня из всех книг, которые у меня были, а их было сто, остались Библия и Выгорание. Я не знаю, почему у меня осталось Выгорание. Библия и Выгорание. Слушай, слушай. А, ну, и вот твоя 100 способов изменить жизнь, но она уже была последней, она просто была в полной безопасности. Она сейчас не в Москве. Вот. И, да, сначала, я просто поняла, что я последовала за Владимиром Владимировичем и решила обнулиться. В общем, у тебя полное обнуление произошло. Да-да-да. А ты сейчас где? Я сейчас в Москве, конкретно в Щербинке. Но адрес я пока не скажу, потому что тут гостей нельзя звать. Понятно. Нет, я поняла. Но тебя кто-то приютил, да? Да, меня приютили потрясающие люди, которые сейчас живут на даче. Вот. Квартира. Понятно. Ладно. Ну, я рада, что ты не на улице где-то там ночуешь. Нет-нет-нет, на Казанском нет. Нет. Ну, тут я в собачий приют ездила, думала, может, там, но нет. Нет. Кстати, знаешь, тут я поняла, что, может, оказывается, поездить по разным местам, потому что есть пока свобода. Я съездила в собачий приют, правда, у меня была ужасная аллергия. У меня вообще она есть на собак и на кошек. Я была в маске, периодически выходила, дышала свежим воздухом, ингалятором и заходила, короче, обратно. Ну, просто было классно. А сейчас я продолжаю играть на барабанах, как раз сегодня пойду на занятия. А, и еще запланировала полет на параплане. Ну, просто хочется, потому что скоро Даре 10-го, и я такая думаю, ну, надо полетать. Мы тебя поздравляем. С наступающим. Вот, и я тебя отключу. Точнее, отключить сама. Отключайся. Вот, давай. Рада была тебя видеть, Диана. Спасибо. И я тебя. Все, давай, держи. Давай-давай. Пока. Слушайте, мне пришла в голову такая история. А что, если периодически, эмейзинг, делать вот реально такую Ларс-рулетку? Я, значит, выхожу в прямой эфир и буквально на две минуты подключаю просто разных совершенно людей, которые нам что-то с вами будут рассказывать. Не знаю, как жизнь, что происходит, что они там поняли. Вообще, не знаю, делиться своими какими-то траблами или проблемами. Мне кажется, это прикольная идея. Диана вообще просто потрясающая. Я говорю, это тот человек, который, ну, все равно сохраняет какую-то это, какую-то стойкость духа. Ну, потому что это прикольно. Я вот сама присоединяю. Я вот кого-то знаю, кого-то не знаю. Вот, ну, со многими, конечно, я прям это плотно-плотно общаюсь, потому что я слежу за вами, за всеми, тайно захожу, значит, на ваши профили, смотрю ваши сториз, иногда лайкаю все ваши посты. Так, хорошо, смотрите. Если у вас есть какие-то вопросы, напишите еще какой-то вопрос. Я, возможно, а может быть и нет, присоединю. Просто смотрите, что произошло в тот раз. Последний раз, когда я выходила в прямой эфир, у меня вырубился телефон и включил стул через три недели. Да, Ларс Рулетка это будет называться. Я боюсь просто, я в тот раз, я час тогда была в прямом эфире, вот, я периодически его трогаю, чтобы он там не перегрелся, совершенно случайно. Ребят, вот, что я вам еще хочу сказать по поводу, значит, лояльности, по поводу лояльности. По поводу лояльности. 14 сентября я вас жду на Продвигайте. Там, потому что будет очень весело, будет много разных людей, и мы будем говорить о том, что писать, как писать, как продвигаться. Даже если не знаете, что продвигать, как себя продвигать, все равно приходите. Вот. Поэтому вы можете... А, ты смотришь сторис прямой эфиры. Сейчас, Ларс, подожди, видишь, я закончу продажу Продвигай, да? И отвечу на ваши вопросы. Даже если вам не понравится, через три дня вы можете вернуть деньги. Через три дня вы можете вернуть деньги и пойти дальше своей дорогой. Либо заморозить доступ и вернуться тогда, когда вам будет удобно, если у вас случится какой-то форс-мажор. Вот. Еще у нас есть рассрочка, поэтому я просто вас зову, потому что это будет невероятно. Это будет последнее Продвигает в этом году, и мне хочется как следует оторваться. Потому что там будет и про доверие, и про то, как писать, и про то, как там и что таргетировать. Ну, короче говоря, про то, как выстраивать честную такую крутую систему. Потому что... Ладно. Отвечаю на вопросы. А стоит ли вообще к выступлению возвращаться, если человек перегорел? Ну, я на самом деле в последнее время очень за ненасильственное отношение к себе. Потому что если вы себя насилуете, то это ничем хорошим не кончится. И вот я, например, понимаю, если мне надо написать какой-то пост, да, то я просто сажусь, если у меня не идет, я встаю и не мучаю себя, да. Извините, сейчас будет фраза, по-моему, в Айна Раневской. Не помню. Или может быть, я сейчас ошибусь. Не хочешь срать, не мучай жопу, я думаю. Поэтому с выступлениями такая же история. Как перестать бояться публичности? Слушайте, я буквально... Я не так давно разговаривала с разными ребятами, которые прорабатывали денежные установки свои. И пришла к выводу, что там очень много было денежных установок таких из серии. Если я стану там, не знаю, богатым, то, например, это разрушит мою семью. Потому что мы все с вами дети девяностых, извините меня, но в большинстве своем, мы видели, что происходило, мы видели, какой был беспредел. Мне кажется, у нас вот эта вот заложена какая-то такая, знаете, капсула бедности уже в нас встроена, потому что страшно высовываться, иначе тебя там, не знаю, раскулачат, отправят в кулак или просто в девяностых у тебя все отберут. Поэтому вот вопрос, как бояться перестать, бояться публичности, очень простой. Понять, что же с вами приключится, если вы станете вдруг публичным. Потому что, скорее всего, это тоже история про то, что ой, я там буду высовываться, меня там кто-нибудь заметит, потом меня там, не знаю, убьют. И все это потому, что, не знаю, где-нибудь в семье у вас уже была похожая ситуация, или вы в детстве слышали эту историю, она вас очень впечатлила. И теперь у вас там какая-то установка, что нет-нет-нет, мне ни в коем случае нельзя быть, нельзя быть публичным человеком. Чего ты смотришь сторис? Я смотрю каких-то людей. Сторис, ну, просто это какие-то, не знаю, могут быть психологи, писатели. Так, если перегорел, спасибо за очки, если вы себя насилуете, все. А, за те выступления платят больше, чем на работе зарабатывают. Вот последнее, наверное, что я вам скажу практически, да, я в последнее время очень сильно меняю свое внутреннее ощущение относительно того, что значит для меня хочу и что значит для меня должна, да. И вот, например, есть какие-то дела, которые, например, делать может быть, как мне кажется, не хочу, но мне кажется, что я должна это делать. Допустим, там, мне не нравится моя работа, но я вынуждена на нее ходить, потому что мне нужно зарабатывать денег. Я сейчас понимаю, что правильно формулировать вопрос так. Ну, я же, например, хочу есть, я хочу спать, я хочу там, не знаю, где-то жить, да, поэтому мне нужны деньги. И, соответственно, я не должна идти на эту работу, а я хочу идти на эту работу, потому что я хочу там этих денег, да. И вот я сейчас ко всему, что мне кажется, вот я должна, это так тяжело, это на меня ложится тяжелым грузом. Я понимаю, что я-то это выбираю по каким-то причинам, потому что я хочу что-то получить. И вот когда вот этот вот груз должна снимается и формулируется уже фраза из серии «я хочу», все становится по-другому. Поэтому скажите, я хочу денег, поэтому это мой выбор идти это и делать. Это абсолютно другой подход. Стесняюсь выходить в прямой эфир. Как это преодолеть? Ну, я вначале об этом рассказывала. Мы вот сегодня выложим эфир в IGTV, можете посмотреть. То есть, во-первых, можете предупредить своих подписчиков, если коротко, да, сказать, что слушайте, я сегодня выйду в прямой эфир, поддержите меня, расскажу об этом. И прямо сказать вначале, это мой первый прямой эфир, там, извините, если облажаюсь, кому-то не понравится, уходите. А, еще у меня есть очень крутой лайфхак. Я периодически, да, выхожу, выступаю, я говорю, наверное, я сейчас скажу какую-нибудь глупость, но, да, или там, наверное, вы это уже там сто раз слышали, но лучше я повторю там сто первый раз, чтобы быть спокойным. Вот эти вот маленькие лайфхаки, они очень помогают. Вот когда вы говорите там, ну, наверное, сейчас скажу какую-нибудь глупость. Ну, то есть вы как будто бы себе разрешаете, да, что-то, не знаю, там, ошибаться, разрешаете каким-то образом, там, не знаю, ну, и вы признаете, что я, да, я понимаю, что это глупость. Ну, давайте вам еще раз, ребята, я скажу. Так, поставьте себе вопрос, для чего мне надо, и уже от этого отталкиваться. Ну, да, кстати, вот, может, просто хочется кому-то что-то доказать, а может, хочется с чем-то поделиться. Так, стесняюсь сейчас сфоткаться на улице на таймер. Сижу на лавке и не могу решиться сесть под дерево и поставить таймер на ТФ. На А, все, поставить. Подождите, я сейчас посмотрю, что у нас еще там с запросами. С запросами. Сейчас, давайте я попробую последнего, значит, человека к нам присоединить. Так, подождите. Вот, мы сейчас присоединим Ольгу. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Ларочка, мы с вами, ну, в общем, я тоже из Башкирии, из Уфы. Я так рада, что вы меня взяли в эфир. Я ваша почитательница, я читала ваши первые две части первой книги, да, подписчик ваш и вообще, в общем. Вы мой кумир в плане веселья, юмора, драйва вот этого. Я просто сейчас стараюсь быть чем-то похожей на вас. Спасибо за приглашение. Ой, слушайте, спасибо большое. Так приятно. Я уже готовлюсь к худшему. Думаю, сейчас выйдет какой-нибудь, значит, какой-нибудь человек. Скажут, вы ничтожество. Покажут, значит, член и уйдет из этих. Это не я, это не я, да. Это не я. Ладно, хорошо. А вы чем занимаетесь? Ну, я вообще ушла, да, арт-терапевт. Я ушла с предыдущей работы, ну, просто приняла решение и ушла в арт-терапию. Но я только начинаю работать, и как бы для меня прямой эфир, я там, ну, боюсь, стесняюсь, не знаю, язык заплетается. Хотя вот сейчас как-то не заплетается, наверное, вот рядом с вами. Да. Нет, это, кстати, хорошая идея. Если, когда не получается самостоятельно выходить, можно выходить в совместные прямые эфиры, потому что, ну, происходит вот такая магия, происходит диалог. И гораздо проще, согласитесь, когда, ну, как будто бы живому человеку говоришь. Ну, в принципе, да. Наверное, я запишу себе. Я вот тут все конспектировала, сидела. Мне очень понравилось сегодня. Да, это очень крутые техники, на самом деле, для начинающего арт-терапевта, для выхода в эфир. Не бойтесь, выйдите в первый прямой эфир, можете даже там облажаться, хотя я уверена, что вы не облажаетесь. Да, спасибо. Да, да. Давайте Ольгу поддержим тоже, ребят. Напишите нам лайки, напишите что-нибудь, напишите поддерживающее для Ольги. Ну, на самом деле, знаете еще, что я, наверное, все-таки из тех людей, которым вот эта обратная связь, наверное, важна, потому что я люблю, когда меня хвалят. Вот вы поняли, ну, я такой человек, в общем, супер. Да. Ну, я так понимаю, что нужно все-таки, наверное, попробовать вот эту технику немножко облажаться, ну, один раз хотя бы. И тогда, наверное, вот море будет по колено, я так думаю. Да. Все, один раз облажаться. Ольга, спасибо. Спасибо. Пожалуйста, отключаться. Я не понимаю, почему меня... Да, спасибо большое, да, спасибо. Все, да, спасибо, удачи вам. До свидания. До свидания. До свидания. Вот, ребят, в общем, что я хотела сказать. Главное начать, не бойтесь облажаться. Видите, как это, как выяснилось, просто. Да, спасибо всем, кто присоединялся к прямому эфиру. Вот, если вам нравится идея Ларс-рулетки, вот, периодически подключать кого-то вообще просто совершенно случайно, то напишите мне потом в директ после эфира. Если будет много, много запросов, то мы что-нибудь такое сделаем. Все, я вас тогда, друзья мои, обнимаю, жду на продвигайте. Пишите, если вам нужен дополнительный промокод. Вот, не бойтесь выходить в прямые эфиры. Да, спасибо, что вот до конца с нами продержались. Значит, давайте, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, все будет хорошо. Все люди, все люди, и всем, в принципе, нравится, когда ты выходишь и говоришь, блин, ребят, я так волнуюсь, извините, это вот первый раз. И тут все встают и начинают тебе аплодировать. Говорят, ничего страшного, давай, мы тебя поддержим. Поэтому все люди, никто не будет вас прессовать и выходить в прямые эфиры. Давайте, я вас обнимаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok